Итак, система условного доступа, обеспечения приема ограниченного доступа. На сегодняшний день закрытие информации в сфере цифрового телерадиовещания осуществляется только в системах телевизионного вещания. Основной предпосылкой этого стало появление платных телевизионных сетей, которые необходимо было стать рентабельными. Для этого вводится скрэмблирование и закрытие информации на передающей стороне. А для ее открытия необходимо было приобретать решения, обеспечивающие декодирование. Закрытие цифровой информации осуществляется либо на транспортном уровне, либо на уровне приложений. Сами данные обычно закрываются на уровне приложений. На этом уровне нет никаких специфических именно для этих эфирного вещания подходов, поскольку используются те же решения, что и для любых других сетей передачи данных. Следует отметить, что системы ограниченного доступа применялись и в аналоговом телевидении. Многие системы современных КАС, системы условного доступа, берутся начало еще в аналоговых спутниковых системах. В них использовались методы искажения синхросигнала, перемещения срок или их частей. Одна из первых систем ограниченного доступа в телевидении была заплатентована фирмой Ирдета в 1982 году. В настоящее время на рынке цифрового вещания представлено достаточно большое число систем условного доступа. Среди них наибольшие популярности приобрели ВИА ЦЭС, Идретто, Конакс, Медиагуард, Нагровижн. Для большинства конечных пользователей цифровых телекоммуникационных систем КАС воплощается либо в виде смарт-карт, либо в виде кам-модулей, которые вставляются в соответствующий разъем интегрированного приемника, декодера и позволяют пользователю получать доступ к различным информационным средствам, телеканалам, радиоканалам, интернет-ресурсам, конференции, видеопотребованию и другое. Однако реально карточки и модули представляют собой только надводные части айсберга. Они выполняют исключительно роль защиты платных телеканалов от несанкционированного просмотра. В этих системах КАС используется достаточно примитивная техника примитивной... Ой, извините. Также для этих систем стоит ввести два важных понятия. Первое — это система временной стойкости. Это означает, что существует определенное время, за которое имеющиеся вычислительными возможностями система может быть вскрыта. И второе понятие — система гарантированной стойкости. Это системы, которые при всех совокупных мощностях компьютеров не могут быть вскрыты, по крайней мере, на протяжении жизни поколения. Для системы сетевого распределения обеспечить гарантированную стойкость невозможно. Известные сегодня коммерческие системы вскрываются с периодичностью 3-4 месяца. Перевод спутников эфирного вещания в цифровые форматы, в частности, появление и развитие стандартов DVB, открыло перед производительной системой условного доступа новые возможности к горизонту развития. Однако также существует существенно расширенный спектр задач, которые должны решаться системой условного доступа. Наряду с такими традиционными требованиями, как надежность, масштабируемость, низкая стоимость. Стали актуальны такие понятия, как универсальность и контекстонезависимость, то есть возможность применения КС для защиты широковыщательных каналов с различными типами трафика. В связи с появлением услуг для индивидуального абонента, например, видео по требованию, интернет-телеконференции. Среди средств вычислительной техники обусловлено также количество изменений криптографических методов защиты широковыщательных каналов. В общем случае, современные системы условного доступа представляют собой комплекс программно-аппаратных средств, формирующих несколько взаимодействующих между собой подсистем. Наиболее важные присутствия практически в каждой КС-системе относятся следующие компоненты. Подсистема обслуживания абонентов и управления подсистемами SAS, подсистема генерации управления ключами, подсистема скраблирования и шифрования, подсистема безопасности аппаратно-программного обеспечения декодера. Рассмотрим подробнее. Эти подсистемы. SAS. Основные функции SAS можно описать как так называемую моделью AAA. Authorization, Authentification, Authenticization, Accounting. Каждый из них несет свою функцию. Соответственно, сопоставление персоны. Это подтверждение подлинности использованных декодерами адресов и идентификаторов, а также защиты декодеров и смарт-карт от воздействия потоков команд, формируя их третьими стороной. В большинстве существующих реализаций систем условного доступа задача аутентификации решается применением таких криптографических методов, как контрольные суммы, сигнатуры, хэш-функции, дайджесты и другие. Авторизация. Сопоставление прав. Авторизация представляет собой процесс определения прав пользователя на доступ к заданному информационному сервису и формирование на основе этой информации потоков сообщений, управляющих работой адресуемого декодера. Адресация заключается в присвоении каждому легальному пользователю уникального адреса, в большинстве случаев находящихся в ПЗУ, электронного устройства, декодера, смарт-карты. Кроме того, пользователь может отнесен к различным группам, отличающимся по каким-либо признакам. Класс подписки, приоритет, возраст, географическое положение, принадлежность к организациям и т.п. Это позволяет провайдерам информационных сервисов производить как индивидуальные, так и групповые адресные операции, что в некоторых случаях способствует существенному сокращению накладных расходов на передачу адресной информации. Задача выбора размерности групповых и индивидуальных адресов, а также выбора способа кодирования принадлежности пользователя к различным группам одновременно решается в системах управления абонентами по-разному. Определение прав пользователя происходит на основе информации, получаемой из баз данных, поддерживаемой коммерческими службами и выполняющих, собственно, функции учета аккаунта. Процедура активизации и дезактивизации пользователей может выполнять различными способами. Наиболее простой способ – это выдача всем легальным пользователям электронного устройства, содержащего либо ключи, либо алгоритмы, позволяющие декодировать определенные информационные сервисы. Однако при этом способе достаточно сложно проводить операции деактивации пользователей управления подпиской. Более сложной, но в то же время более гибкой и функциональной является схема управления пользователями, в которой реализуется возможность удаленного управления легальными кодерами. Декодерами, прошу прощения. В этом случае управляющая команда либо определяет декодером через дополнительный наземный канал связи, телефонная линия, DSL и т.д., либо замешивается в реальный спутниковый или эфирный транспортный поток, режим InBand. Режим InBand более применен в современных КС, так как не требует наличия наземного канала, дополнительно специализированного оборудования в приемнике. Однако в недостатках этого режима можно отнести использование части транспортного потока для передачи службы информации и возможного перехвата и анализа передаваемой информации третьей стороной. Решением этих проблем на сегодняшний день является интенсивное применение групповых команд и карпатографических методов защиты передаваемой информации. В европейском стандарте DVB для передачи команд информации SAS предусмотрен зарезированный специализированный тип информационного потока IMM и специальная сервисная таблица CAT, содержащая все дискрипторы, репторы всех IMM потоков, присутствующих в данном транспортном потоке. Генерация и распределение ключевой информации. Это функция под систему KMS, формирующая ESMI таблицы, которые представляют собой также зарезированный стандартом DVB для нужд системы условного доступа. В этих таблицах обычно передаются зашифрованные ключи, необходимые для непосредственного декодирования транспортного потока. В общем случае, ESMI, кроме зашифрованных ключей, передает еще и идентификатор. Идентификатор провайдера информационного сервиса, дата, класс подписки, номер операционного ключа. Значение хэш-функции. После проверки прав доступ авторизованный декодер использует хранящий в его памяти операционный ключ с определенным ESM-таблицей номеров, в которой приняты данные для вычисления значения хэш-функции, которая сравнивается со значением, переданным в таблице. В большинстве современных CAS используется многоуровневая епархия ключевой информации. Собственно, на этом рисунке предоставлены какие? Мастер-ключи, операционные ключи, управляющие слова. На нижнем уровне такой иерархии используются так называемые управляющие слова, которые применяются непосредственно в алгоритме дескаримблирования транспортного потока. Эти ключи меняют достаточно часто, обычно через 10-20 секунд, что необходимо для исключения возможности атак методом полного перебора. Как было отмечено ранее, управляющие ключи передаются в ESM-таблицах в завшифрованном виде. Для их декодирования применяют операционные ключи, которые хранят в энергонезависимой памяти смарт-карт или декодера. Поскольку для декодирования управляющих слов требуется некоторое время, которое зависит от сложного применения в CAS криптоалгоритма и мощности вычислительных ресурсов декодера, то для избежания перерывания звука изображения в этот момент применяют метод четных-нечетных ключей. Суть этого метода заключается в том, что фактически в каждый момент времени в оперативной памяти декодера находятся два ключевых слова – четный и нечетный. В каждый декодированный транспортный пакет содержит информационный бит, показывающий, какой из ключей надо использовать для декодирования этого пакета. Во время смены ключей фактически меняется только один ключ, который в данный момент не используется для декодирования транспортного потока. Каждая смарт-карта хранит достаточно ограниченный набор операционных ключей, что связано с небольшим размером энергонезависимой памяти, защищенной от несанкционированного доступа Эти ключи также могут обновляться. Период их обновления может составлять от нескольких часов до нескольких месяцев Для обновления операционных ключей КЭС использует специальные команды, передаваемые EMM-потоки Кроме того, в некоторых КЭС для раскодирования ключевых слов и операционных ключей применяют различные крипто-алгоритмы Мастер-ключ относится к самому верхнему уровню ключевой иерархии, являющейся самым секретным и хранящимся в самой защищенной области энергонезависимой памяти смарт-карты Эти ключи получают легальными пользователями вместе со смарт-картой и практически никогда не меняются Надежность всех систем условного доступа находится в непосредственной зависимости от надежности всех компонентов, входящих в состав этой системы Так, например, преимущества, вносящие использование КЭС в устройствах, проверенных временем криптографических логаритмов Не смогут спасти от взлома системы, в которой для получения секретных ключей используются плохие генераторы случайных чисел Поэтому немаловажное значение имеет также функция КЭМС, как генератор ключевой информации Существует несколько специальных требований и ограничений, которые оказывают влияние на проектирование генератора практически устойчивых случайных чисел Основное требование и ограничение, налагаемое на генератор, это то, что не может быть основано только на одном источнике Или на малом числе источников Дополнительно к этим источникам не должно быть доступ к этим источникам, не может быть слишком удаленным Не может быть с аппаратной программной точек зрения, очень специфическим Также генератор должен обладать следующими свойствами Устойчивость к анализу входных данных Устойчивость к манипуляции входными данными Анализу входных данных Защищенность внутренних состояний генератора от любого анализа и восстановления с помощью различных методов Возможность проверки корректной работы генератора Важнейшей фундаментальной части любой системы условного доступа является алгоритм скрэмбулирования и шифрования транспортного потока Который нельзя путать с алгоритмами кодирования ключевой информации Стандарт DVB предусматривает поддержку различных алгоритмов скрэмблирования Однако рекомендуют использовать собственный метод Common Scrambling Algorithm Этот алгоритм разработан специально для применения в широкопомещательных DVB-каналах И поэтому используется в большинстве современных систем условного доступа Алгоритм CSI является общедоступным Его детали предоставлены только авторизированным предварителем, провайдером системы условного доступа Кроме CSI, широкопомещательные получают различные быстрые модификации алгоритма Наиболее существенным достатком обоих алгоритмов является относительно маленькая длина ключа Номинально в обоих случаях она составляет 64 бита А реальные 56 бит для DES и 48 для CSI Учитывая современную степень развития вычислительной техники, можно утверждать, что оба алгоритма являются потенциально уязвимыми для атак методом полного перебора И поэтому не подходят для защиты информации повышенной степени секретности Особенно эффективно этот метод применяется при разделении множества возможных значений ключа на несколько подмножеств Перебор значений которой существенно параллельно на нескольких вычислительных платформах В результате общее время перебора находится в обратной зависимости от числа выделяемых подмножеств Бороться с этим нескольким разработчики CAS считают путем уменьшения периода смены управляющих слов В свою очередь приводит к увеличению требуемой для передачи сервисной информации полосы пропускания канала связи И соответственно увеличение расходов на эксплуатацию CAS Одним из основных компонентов технических средств является декодер системы условного доступа Которые можно представлять собой только программную эмуляцию, только аппаратную эмуляцию, программную эмуляцию с поддержкой смарт-карт Дополнительный декодер устанавливаем в специальный разъем интегрированного приемника В зависимости от реализации декодера можно выполнить алгоритмы дискримблирования либо аппаратными средствами, либо программными Можно содержать в своей памяти всю информацию необходимую для декодирования сервисов Включая секретный ключ, либо поддержание только алгоритмов дискримблирования и потоков обмена со смарт-картой в памяти которой находится секретная информация. Эта схема процесса декодирования общая для всех реализаций. Тут не очень видно границы структурных элементов. Здесь происходит входящая информация на некий приемник. Она демодулируется, но здесь еще по-прежнему содержится зашифрованная информация. После чего она переходит на D-Scrabler, то есть восстановитель потока. Здесь восстанавливается, как я методами перечислю, возможными методами. После чего он вновь возвращается в D-Mult. Тут не очень видно, но вот это все представляет свой микропроцессор, которым происходит прием и декодирование. D-Scrabler является отдельным структурным элементом. После чего через декодер уже восстановленный сигнал у нас выводится на приемник. Наиболее гибкой и надежной является комбинированная программно-аппаратная реализация, основанная, например, на Common Interface технологии, широко поддерживаемой разработчиками DVB оборудования. Доступ к кодированным сервисам осуществляется с использованием дополнительного декодера, устанавливаемого в предусмотренном для этой цели в приемнике разъем. За этим устройством закреплено название «Модуль условного доступа». В европейской стандарте с цифрового обещания DVB заложен принцип аппаратного совместимости. Модуль условного доступа уначен для различных типов кодировки. Это возможность реализации в различных универсальных интерфейсах больших ствей цифровых приемников, ресиверов. Таким образом, для просмотра программ в различной системе условного доступа необходимо заменить только модуль условного доступа одной системы кодирования на другую. C.I. модули условного доступа производятся для большинства типов систем кодирования, использующих для диссимулирования DVB-трансляторов. Абонентская смарт-карта устанавливается в модуле «Хранить секретную информацию». Модуль условного доступа является электронным устройством, функционирующим в соответствии с заложенным в нее под программой. Программные технические средства модуля условного доступа обеспечивают выполнение следующих операций диссимулирования сервисов, транслирования в определенных кодировки. Контроль прав пользователя направления подпиской и осуществления посредством обмена информацией смарт-картой. Это диаграмма потоков данных, по которой осуществляется… Тоже не очень сильно видно. Тут это один структурный блок, это интерфейс, с которым общается, это еще входной структурный блок, это, собственно, смарт-карта, тоже структурный блок отдельный. Здесь что? Вот это направление происходит, проходит скрэмблированный транспортный поток. Также вместе с ним по второму пути проходит поток команд управления декодером. Обратно на DVD-приемник скрэмблированный транспортный поток возвращается. Это обмен с декодером. По поводу обмена со смарт-картой, осуществляется поток, осуществляется общение, поток команд управления ключами, если им по четвертому и пятому каналу, а по шестому ключи дескремблирования транспортного потока возвращается при использовании смарт-карты. CI-интерфейс основан на технологии клиент-сервер, приложение на модуле, как клиент, использующий ресурсы, предоставленные сервером. CI-процесс выполняется в DVB-приемнике, реализуя предоставление ресурсов, то есть функции хоста. На аппаратном уровне обмен различными транзакциями между модулями и ресивером управляются специальными контролями CI-интерфейса, которые позволяют CI-процессу осуществлять адресный доступ к двум независимым модулям условного доступа. К недостаткам данной реализации можно отнести в сложность высокую стоимость декодирующего оборудования. Наиболее уязвимым методом данной реализации является организация обмена между модулем и смарт-картой. В немалой степени этому способствуют различные распространения таких эмуляторов, как Phoenix и Season. Интерфейс Phoenix представляет собой программоправное средство для эмуляции работы модуля-декодера и предназначение для эмуляции работы смарт-карты. Использование этих интерфейсов позволяет отследить все данные, пересываемые между модулем и смарт-картой, с целью их последующего анализа и извлечения секретной информации. Таким образом, появляется проблема организации защищенного протокола обмена между модулем, декодированием и смарт-картой. В настоящее время неизвестно ни одной системе условного доступа, для которой не существовало бы методов ее преодоления или обхождения. Стоимость, сложность, необходимость в учительных ресурсов, в требуемое время и принципы этих методов могут существенно различаться. Однако, все они приводят к одному и туканечному итогу – к араху системы условного доступа. Большинство специалистов, работающих или производящих исследования в сфере защиты информации, сходятся во мнении, что нельзя создать абсолютно надежную систему защиты информации. Данное утверждение, несомненно, является справедливым для системы условного доступа к сервисам транспортного потока стандартного DVB. Однако, представляется вполне возможным в создании такой системы, взлом, который был бы экономически нецелезообразным. То есть, затрат на определение системы защиты, который был бы много выше стоимости информации, полученной в результате взлома. Все. Спасибо. Два голоса, по-моему. У меня такой вопрос. Я так правильно понимаю, что вот это смарт-карта? Да. А такой вопрос. А где тут кредитис информации? Вот, там, если не ошибаюсь, на это есть 8-ми выходной чип. Нет, не на это, это магнитная карта. Ну, по аналогии, да, которая вставляется в порт специально. Да, то есть, там есть наподобие вот такого ключа. Сейчас, минуточку. Такого вида ключа металлическая, как чип-карта, так называемая. Под ней, с той стороны, находится микросхема. Здесь у нас, соответственно, эти выходы с ней общаются. Сейчас. И тут не помню, что. Она представляет собой простую микросхему, по которой у нас, в которой есть электронезависимая память, которая является, у которой есть свой интерфейс. А он реализован программ, аппаратно, прошу прощения. И просто вставив фотокарту, на декодере осуществляется питание. Это, ну, запитывается эта микросхема, и сообщается информация, и происходит обмен информацией с ее энергонезависимой памятью, которая загружается в энергозависимую память декодера. И на основе этой информации и того алгоритма, который заложен в эту микросхему, генерируется ключ, который и является ключом к расшифровке транспортного потока, зашифрованного, который нам приходит извне. А запитывается непосредственно при контакте? Ну, да, естественно, это просто контактная площадка. Так, еще. Ну, ладно, спасибо. На стол просим презентацию, пожалуйста, я потом подумаю, что с ней можно сделать, соответственно, потому что материалы интересные. Серость надо оттуда убрать, все будет по каждому. Так, значит, прежде чем мы начнем разбираться по сути, немножко по форме. Помните, я вам вчера говорил, когда мы обсуждали, как делать доклад на защите, что у вас вот есть эти самые 8 минут, которые можно себе написать 4 странички, для того, чтобы узнать, сколько вы объема собираетесь, говорить о Богу, упаси вас Господь, потом это дело почитать. Вот, прекрасная иллюстрация. Не в смысле, конечно, 4 странички, а в смысле того, как опасно читать. Человек в проблеме. Человек в проблеме находится. У него есть материал, он читает. Во-первых, он читает, при этом совершенно пропадает всякая интонация, и слушатель не может понять, где есть информационные перебивки, на которых нужно сосредоточить внимание. Во-вторых, автоматически, когда человек читает в бумаге информацию, известную ему, он ускоряется, он ее читает быстрее, потому что у него остается информационный образ, который в том числе уходит и вперед туда. Получилось быстро, валом информации, много, интересной. Давайте немножко попытаемся собрать ее воедино. Собрать ее воедино, посмотреть, что мы можем, что мы могли, что мы можем. Начало попытки сделать что-то, что нельзя, можно принять, но нельзя распознать, если вам это не разрешили, восходит к аналоговым системам. И первые попытки были достаточно просты. Бралась телевизионная строка. Эта информация, ну первое, что было, наверное, да, все-таки это, бралась телевизионная строка, она резалась на кусочки, и эти кусочки по соответствующему ключу переставлялись местами. Сколько их было? Я знаю об информации до 64 таких вот делений. Дальше, кроме этого, как только, а это уже спутниковое обещание, как только перешли к компонентным системам, я вам, по-моему, рассказывал о магии немножко, когда компонентные композиторы, композиты в прошлом семестре сравнивали, да, когда у нас с вами компрессированный сигнал яркости занимает две трети строки, а сигнал цветности занимает оставшуюся половину, так вот это самый сигнал цветности начинали гонять вдоль по строке сигнала яркости. Вот это одну треть, меняли местами, тоже каким-то образом все это рассыпалось. Третий вариант, вот тут я не могу вам конкретно ничего сказать, действительно сигнал синхронизации, так сказать, каким-то образом менялся, но вот тут нетрудно что-либо сказать, целиком аналоговые системы слишком давнишние, я о них не видел информации, а в системе МАК там уже сигнал синхронизации цифровой. МАК это аналого-цифровая система, поэтому вся информация шла в аналоге, все остальные в цифре. И поэтому там можно было себе придумать, что там меняются, скажем, коды ключей старт-оффлайн, энд-оффлайн, старт-оффрейн, энд-оффрейн, но делалось ли это так, я вам сказать толком не могу. О чем здесь речь шла? Понятно, о чем речь шла вот здесь, вот в цифре, потому что здесь два огромное количества раз возникало понятие скрэмблирования. Вспомните, пожалуйста, первое, после создания транспортного потока, скажем так, в кодере МПЕГ-2 на передающей стороне, уже внутренним кодером канала, первое из операций, первое, да, первое из операций, это скрэмблирование цифрового потока. Выполняется на стандартном в ПЕГовской структуре, соответственно, в ДВБ, для того, чтобы более эффективно использовать динамический диапазон канала, то есть повысить отношение сигнал-шум. Иногда говорят о том, что мы с помощью скрэмблирования убираем из сигнала выбросы информации, яркостной, либо цветовой, но технологически это не то. Мы просто делаем, умножаем нашу информацию на, так сказать, некоторый шумовой генератор, в результате информация приобретает псевдошумовую природу, и там эти все вот, и за счет этого эти импульсы уничтожаются. Вот там вот стоит скрэмблер. Транспортный поток, который подвергается скрэмблированию, длина у нас сколько? Так, а не помним, 188, тут еще кода Рида-Соломона нет, поэтому здесь 188 байт, а не 204, которые появятся после кода Рида-Соломона. Поэтому 188 байт. Значит, у нас с вами есть 188 позиций в транспортном потоке, которые нужно умножить на 180, так сказать, просуммировать по модуле 2, это же умножение, со 188 различными позициями кодового слова. Значит, длина кодового слова минимум 188 бит. В этих кодовых словах, в этих, вот если взять полином, с длиной, которая порождает кодовое слово с длиной 188 бит, то среди этих кодовых псевдошумовых слов, точнее, среди списка псевдошумовых слов можно найти целую группу различных слов такой длины. Это достаточно большая длина. И вот, насколько я понимаю, опять же, задача стоит в том, чтобы с помощью ключа, либо с помощью ключа указать, какой из возможных полинового скамблирования в данный момент применяется. Либо с помощью ключа указать фазировку полиномов, но это под большим вопросом. По логике фазировка полиномов должна задаваться синхронизационным сигналом иначе не ка. И еще, что может быть, значит, какой полином применяется, это точно может быть. была какая-то мысль, пришла, не нашла никого и ушла. Если она снова вернется, я вам скажу. В основном, вот таким вот образом, то есть, у вас есть набор, а, да, вот еще, вот и вернулось, что называется. Можно указать номер полинома, но для этого нужны все полиномы в приемнике. Либо можно указать сам полином, перегнать сам полином. Да, то есть, в информационном потоке выделить пакет, в котором будет содержаться полином. Вот такой, значит, один из этих двух подходов, который позволит нам в том случае, если разрешен доступ получить, умножив еще раз на этот же полином сигнал, дискримулированные последствия, в противном случае вы имеете шумовой сигнал, ничего оттуда не вытащить по определению. Сам, вот сам код, сам код в этой ситуации имеет подчиненную роль. То есть, он указывает на что-то. А вот по какому алгоритму он указывает на что-то, это, в принципе, тоже закрытая информация. Может быть, каждая фирма может сопоставлять к какому-то коду своего ключа, какой-то полином по своему собственному алгоритму. Это вот та самая мастер, мастер уровень защиты, потому что он должен быть раз и навсегда пользователю отдан, и пока у него эта карта есть, он этой информацией обладает, даже в том случае, если он прекратил подписку. Он получает ее в момент начала подписки. А дальше выбор ключа. Ладно, с этим мы с вами более-менее разобрались. Что будет, если я в контрольную работу вставлю вопрос, прорисуйте структурную схему условного доступа? Нет, но вот презентация, ты можешь в презентации, не говоря уже о том, что, по-моему, никто из видевших презентацию не видел. Но она была достаточно. Да, она была достаточно некачественно изображена. Убирайте, когда будете готовить свою презентацию, убирайте всякие художества, типа там фона, каких-то сложных объектов, потому что не гарантируется, что везде это проходит. А просто с учетом тех знаний, которые вы имеете, и то, что, в общем-то, вы почти инженеры через два месяца, почти все-таки творческая часть, она, до творческой части вы еще не очень доросли. До этого еще магистратуру пройти надо. Но все-таки. Вот представить себе структурную схему, как можно это реализовывать? Вот такие блоки нужны, такие-то функции за ними будут. Это не все, что есть презентация. В презентации блоки иногда поминались, но, правда, это были блоки скорее технологические, а не информационные. Нам нужны информационные. А уж что каждый блок заложить, это вообще ваше сочетание. Так, значит, с этим мы пока закончили. Второе, что у нас сегодня есть, как я сказал, будем делать доклады, а потом я уже буду добирать информацию. в 1er.